Мы сейчас делаем основное упражнение колонетики. Основная стойка называется это стойка опрокинутый таз. Это означает фиксированные бедра, выпрямленный пресс и зафиксированные поясницы. Потому что даже упражнение для пресса очень важно это положение корпуса. Вот, это базовое. В чем плюс колонетики? В том, что в колонетике нет прыжков, нет скручиваний особых, нет напряжения суставов. И самое главное, не напрягается поясница. Когда принцип подхода к колонетике, это мелкоамплитудное движение. Мы ложимся на пол, нижняя часть лопаток касается пола, колени присогнуты, подбородок чуть-чуть опущен вниз. Взгляд по направлению движения. От него мы идем к упражнению прессу. Поясница плотно прижатая к полу, слегка приподнятые плечи, нижняя часть лопаток касается пола. Если поднятые ноги, то на себя, чтобы поясница не выгибалась. Мелкоамплитудное упражнение. Упражнение для бедер. В основе, естественно, тот же сам прокинутый таз за напряженные мышцы. И разные виды покачивания ног. Вот это и в сторону могут быть покачивания ноги и назад, и вверх. Основные ошибки – это запрокидывание головы и нагрузка на шею. Это выгибание поясницы. Не нужно торопиться. Нужно идти постепенно. Сначала прочувствовать мышцы, а потом начинать с ней работать. Это очень важно. Вдумчивое отношение. Стопы соединяем, руки соединяем, смотрите, в замок. В замок, это важно, в замок. Подводим под стопы и выпрямляем спину. И вот такое легкое движение. Вот, бабочки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова